итак всем привет сегодня будем делать уборку у данных зверей шиншилл пока что мы начнем с этих вот жильцов четверых с этой клетки ну если у вас одна или две шиншилл достаточно раз неделю убираться поскольку у нас их много с одного раза приходится на два раза переходить вот сейчас поставим корыта для них тазик с песком это просто у нас обычная канистра была и из этой канистры вырезали донышко и все и там теперь песочек вот сейчас будем наблюдать как они купаются но некоторые пока что не вдупляют что происходит вот один спрыгнул и второй пошел это по-моему папаня маленький пытается высунуться на руку а они сейчас все побежали смотреть вот видите они купаются то есть наблюдать за этим процессом достаточно интересно познавательно заранее хотел бы сказать то что не извините за такой ракурс как бы чуть-чуть проще если я снимать видео как операцию шиншилл как бы чуть-чуть думал попробуй так ну дальше будет ракурс такой нормально адекватный так что дальше видос будет прям хороший отменный не ругайте не судите строго покупаться не очень могут долго достаточно как им надоедает они все заранее возвращается на свои места ну или заниматься своими делами собственно то есть как видите то есть достаточно и ручные звери то есть если вы долго с ними не контачить они собственно не будут к вам вообще приходить и такому случае а так они любознательное животное как в прошлых роликах я говорил если что не обращайте внимание на женскую руку я ориентацию не поменял это вот супруга помогает делать поэтому вот к ней сейчас кадрит и и тима вот она учешет примерно как то так далее что можно еще пробежаться и сказать пока что у нас здесь и живет папа не мамани и двое маленьких но пока что у нас именно так и так как очень много полно дальше будем делать большую витрину как я вы сообщал то есть как видите и даже маленький проявлять любопытство им очень хочется погулять но пока что давайте их поменяем именно но их не все здесь вот смотрите у нас вот решили поставить им опилки мир чудес они достаточно стоит недорого то есть где-то порядка 70-80 рублей можно просто взять обычный совочек либо полностью клетку открыть и вытряхнуть это но тогда надо будет куда-то девать белок а поскольку белок много если одна или две белки то тут без проблем а если у вас как бы куча белок как у нас придется просто настью обрести совком совок тоже можно приобрести в обычном магазине и все ну и сверху они вот что-то как раз таки и сыпят то есть достаточно опилки хорошие как видите они даже оттуда листики будут но как говорят то что не рекомендованы не сено типа использовать качестве наполнителя опилки вроде бы как тоже не рекомендовано ну как мы как бы мы пробуем разнообразие делаем и то есть шиншиллам достаточно нравится они себя кстати очень хорошо чувствует в этом сейчас они вот точат листики один за другим ну то есть как бы животное проявляет достаточно любопытство и хороший контакт даже вот погрызть и палочку весьма полезно ну некоторые бывают с характером могут даже и выкидывать палочки я мы еще кстати думал как назвать шиншиллят маленьких он взял выкинул не знаю моник light может быть не знаю напишите что думаете об этом ну сейчас как видите пока их поменяли ну то есть наблюдаем за ними как они вот осваиваться будут если кстати сказать есть наполнители где вот в лапках у них застревать будет вот и есть где не застревает ну в опилках не должно них ничего в лапках застревать собственно говоря да и все несут на не особо не застревает вот она сверху также домик стоит по-старому то есть достаточно и животные очень ручные интересные но не знаю будем сейчас выпускать на прогулку ли не будем выпускать тут за ними за всеми глаз да глаз нужен там конечно есть ролик где у нас они гуляют по квартире там посмотрите это у нас тима купается пытается выпихнуть другого то есть им хоть подсовывать не подсовывать вообще никогда не надоест купаться в этом песке я попробую кстати найти ссылку на песок который мы именно покупаем которые мы им даем сена и опилки то есть вы можете либо заказать ли вы можете сами приехать все будет естественно в описании так что не переживайте поэтому все постепенно будет ну ракурс мы вот решили вернуть поменяли потом полного экране как бы лучше смотрится хотя можно если что и для истории записать ну кстати если видите слева стоит точильный камень то есть они его постепенно сгрызает сгрызают и вы можете им ветки кидать то есть в веточки я тоже напишу какие нужны таком материал чтобы они прямо на грызли стачивали ну если про обрабатывание веток лучше кипятком обработать и все и дать им на сгрызение но чуть-чуть им сена можно дать чтобы они в нем тоже плюхались грызли его сильно много стена давать не надо она скамкивается получается потом если когда не подписывает одно как бы немного затвердевает а по краям и клетки либо у витрина у кого как можно купить такие шарики металлические за сена пана пихать и как раз она оттуда вываливаться вообще не будет то есть они бы оттуда будут как из кормушки брать и мы можно сделать по-другому купить большой кокос оттуда все внутренности по выковырнуть сделать 34 отверстия и туда понусывать сена они как и вы съедят это кстати хороший прикольный домик достаточно выйдет поэтому можно подобрать все что угодно по поводу кстати корма здесь у нас перемешан тандемом именно абсолютно весь корм то есть видите здесь и кукуруза чего только нет вообще кукуруза сушена это уж сами выслушивали а это все остальное приобреталось в отдельных магазинах то есть если семки есть листики высушенные разные ничего запрещенного здесь соответственно нету для шиншилл как и для людей поэтому здесь только кайфует и балдеет шиншиллы людям это противопоказано сразу говорю ссылку также название корма я скинула также в описании ну что вы так забегали кому надо тут сразу ест ссылку я кстати скину как трою извините ссылку я вам скину в под описание на корм то есть вы можете его приобрести то есть животное достаточно с аппетитом и его едят и по шорстке видите очень кстати хорошо чуть-чуть кстати извините за качество видосы поэтому вот чуть-чуть у нас с качеством чуть-чуть мы подхворали вас подвели поэтому извините не судите ну и как видите здесь здесь вот я не понимаю ягодки по моему то ли это не шиповник а что-то другое вот они пытаются проверить свою любопытство чуть полопали и теперь хотят гулять то есть по их невербальной мимике невербальным жестом то есть они сообщают что именно хотят проявлять знаки но пока что они заняты едой ну а кто-то пока что наверху то есть при том когда заменяете шиншилл внимательно давайте им продукты какие нравится вот например кукурузка по чуть-чуть много им давать не нужно то есть дадите одну хорошо они просто либо будут рядом друг другом сидеть либо они будут там мы не драться за нее но просто будут разрывать поломали на несколько кусочков и далее там наблюдаете то есть если кто там с друг другом не контакт это дерутся то возьмите разделите еще либо попробуйте чуть отсадить ну как видим драки у нас никакой пока что не происходит все кушать все хорошо все заняты это морда тоже лопает это по-моему у нас это вам пуговка ускакала так или пуговка внизу что-то не запутался у тима у него большие уши а да это тима внизу пуговка наверх ускакала до теме больше всего сена приглянулось ну и пока что вот всех поменяли погуляем и лучше потом посидите пока что здесь мы будем дальше вас смотреть то есть далее давайте все что им требуется всякие витаминчики кстати в этом корме которого я вам показывал в нем есть хорошие витамины минералы то есть достаточно кстати всего чтобы им было для здоровья для крепкого здоровья то есть видите кукурузку потихоньку поедает лопают все потихоньку и еще и водичку не забывайте давать свежую но можно воду давать не то что каждый день менять хотя бы там через каждые два дня то есть если вы отъехали куда-то то ничего страшного там не случится но это нас другой товарищ это у нас брошка брошка мы тоже поменяли поэтому тут у нас он и купается но у нас временно он сидит отдельно потому что он из прошлого видео решил под ударить за своей маманей но мы не хотим пока что наших скрещивать животных мы для него найдем другую подругу а скрещивание я вам рассказывал уже ранее что бывает что хорошо и плохо ну и куда хочешь вылезти ты посиди лучше там у себя он всегда любит сбегать он тоже можете смотреть как он купается тоже решили ему накидать опилы точно такого же корма ему дали но тот он к сожалению нас сидит пока что в контейнере дальше когда не мы собственно поменяем на большую витрину то есть витрина будет общая для всех ну куда собрался ты никуда не пойдешь то есть как видите чуть-чуть сена также дали чуть-чуть корма и все в уголок сена положили и другой уголок сена он сам разберется что ему нужно постепенно то есть это мальчик достаточно взрослый сам все все поймет единственно то что минус да ему то чуть скошноват ему не побегать его мы выпускаем почаще нежели тех вот и ему дали поесть ему также поменяли воду и также соответственно и у брошки меняем воду примерно через каждые два дня чтобы водичка была свежая достаточно у него здесь и скромно и уютно но скоро будет где разгуляться будет скоро огромная витрина всем огромное спасибо что нас смотрели всем удачи и пока